Всем добрый день! Вы на канале Выпечка и Кулинария. Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю для своей семьи и решила поделиться с вами очень старым рецептом, возможно многими уже забытым. У меня в тетрадке это блюдо подписано как ленивые отбивные. Для приготовления этого блюда мне понадобится вот такие вот вафельные коржи, называются они Бризоли. Сейчас, кстати, в магазинах очень большой ассортимент таких коржей. Есть порционные, вот такие вот шестиугольные, есть овальные. Но вдруг вы не найдете у себя в магазинах такие коржи порционные, купите большие для тортов, круглые или квадратные. Единственное, что нужно учесть, что когда промажете их фаршем, подождать минутку-две, пока коржи потянут в себя влагу с фаршей и станут немножко мягче. Тогда их нужно нарезать на удобные вам кусочки и обжарить. Так, у меня вот такая вот упаковочка. Для этой упаковки достаточно полкило мяса. Мясо покупаете любое, которое вы любите. Свинина, говядина, курица. Можно индюшиный фарш. Я купила вот полкило филе. Небольшая луковица для фарша и два зубочка чеснока. Соль, перец. По желанию можно добавить молотый кориандр, паприку. Ну, все, что вы любите. И для обмакивания яйца. Яиц я взяла сразу 4 штучки. Возможно, придется добавить. И для жарки растительное масло, желательно рафинированное. Итак, что нужно сделать в первую очередь? Приготовить фарш. Лук и мясо я пропустила через мясорубку, а чеснок натру на вот такой вот мелкой терочке. Теперь осталось добавить сюда соль, перец и хорошо все перемешать. Приправы все берите по вкусу. Фарш нужно немножко вывезти, чтобы его уплотнить. Вот такой вот получается фарш из куриного филе. Кстати, такой фарш можно готовить и на пельмени. Смотрите, он не жидкий. Очень легко с ним работать. Теперь фарш мне нужно поделить на одинаковые порции. Из этой упаковки получается где-то 21-22 котлетки. Значит, фарш мне нужно поделить на 22 порции. Для этого руки я смочила водичкой и вот таким вот образом делю фарш на равные порции. И считаю на 22 штучки. Можно фарш поделить ложкой, как вам удобно. Теперь яйца нужно немножко посолить и взбить или венчиком, или вилочкой. Солятся яйца для вкуса, во-первых, и для того, чтобы соль немножечко разъела белок. Яйца становятся более однородные. Сковородку я поставила на небольшой огонь греться с подсолнечным маслом. А сама сейчас приготовлю эти бризольки. У меня на сковородку ложится их 4 штучки. Вот таким вот образом. Теперь этот фарш немножечко вилочкой разровнять по всей вафле. Смотрите, мяса получается достаточно. Прожарится оно очень быстро. Курица жарится быстрее, чем говядина или свинина. Таким вот ровным слоем. Если вы любите мясо побольше, значит вам просто немножечко дольше придется их прожарить. Хорошо прижимайте. Сразу подготавливайте такую порцию, сколько у вас поместится на сковородку. Пока эта порция будет жариться, я приготовлю следующую. Масло уже нагрелось. Теперь обмакивая каждую штучку яйца, выкладываю на сковородку. Еще раз говорю, что огонь не должен быть большой, чтобы вафли не сгорели, а хорошо прожарились. Приготовьте тарелочку с кухонными полотенцами бумажными, чтобы убрать лишний жир. Куриным фаршем их достаточно жарить где-то по 2 минуты с каждой стороны. Но еще раз скажу, если вы фарша добавляете так хорошо, побольше, значит жарить их нужно немножко дольше. Ну вот, смотрите, какие они получаются. Очень аккуратные, аппетитные. Они очень ароматные. Дальше я буду жарить так же, как и эти, пока закончится у меня весь фарш и все вафельки. Ну вот, я закончила жарить. Единственное, что я хочу добавить, то, что я добавила еще одно яйцо. Не хватило мне 4. Смотрите, какие красивые они получились. Золотистый, желтый цвет. Ароматные, аппетитные. Очень вкусные. Что я хотела сказать за это блюдо? Ну, буду их называть так, как и раньше. Отбивные, ленивые. Из полкилограмма фарша получается вот так вот их много. Рецепт очень экономный. И, несмотря на то, что они готовятся очень быстро, очень просто, получаются они очень вкусные. Ну и давайте посмотрим, какие же они внутри. Разрежу я пару штук. И посмотрим, какие они в середине. Ну вот, смотрите, сколько мяса. Хочу сказать, что на вкус они очень сочные. Вафли здесь абсолютно не чувствуются. Ну вот, назвали их правильно, ленивые, отбивные. Потому что своим вкусом они напоминают именно отбивные. Мясо в кляре. Так, ещё вот этот. Ну вот, посмотрите, какая красота. Если вам видно, что они сочные. Вафельки здесь точно как кляр. Очень-очень тонкий слой. Готовятся просто, быстро, вкусные получаются и сочные. Я думаю, этот рецепт понравится вам и вашей семье. Единственное, что я хочу ещё добавить, что в этих вафлях можно жарить не только мясо, фарш. Можно приготовить начинку из творога, из грибов. Творог можно сделать солёный и сладкий грибы. Можно приготовить начинку с одних грибов. Можно добавить тёртый, твёрдый сыр. В общем, здесь можно фантазировать и готовить то, что вы любите. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Готовьте такие вот ленивые отбивные. Я уверена, что вы и ваша семья останетесь довольны.